Сегодня я буду говорить на такую тему, как кто такой Иисус, и под тема, которая будет раскрывать эту тему, называется «Познание Иисуса, как Его Сын и Дочь». И в основу нашей проповеди, откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 15 глава. Евангелие от Луки, 15 глава. И в этой главе описаны три притчи. Притча о заблудшей овце, притча о потерянной драхме, монете, и притча о... Как вы думаете, о ком? Да, мы так называем. На самом деле притча о мёртвом и потерянном сыне. Притча о мёртвом и потерянном сыне. И я знаю, что мы называем его заблудший сын, да? Или блудный сын ещё, как мы говорим. Притча о блудном сыне. Но Библия его так не называет. Я всегда думал, что это притча о грешниках. Это притча о грешниках, о тех, кто ушёл из церкви, кто отступил от Бога. Вот это притча о таких людях. Но я целую неделю размышляю над этой притчей. И я понял, что это притча и о верующих. Это притча также о верующих. Блудный сын, как мы его называем, да? На самом деле не назван блудным сыном, а назван мёртвым и пропавшим. Так отец сказал, что сын мой был мёртв, я жил, пропадал и нашёлся. Блудным назвал его старший брат. Луки, 15 глава, 30 стих. Он говорит, этот твой блудный сын, этот твой, да? Он расточил всё твоё имение с блудницами. И вот откуда пошло блудный сын. И старший брат его назвал блудным. Но каким бы плохим он ни был, отец всё равно называет его сыном. Каким бы блудным он ни был, он всё равно остаётся сыном для отца. И это показывает глубину Божьей любви по отношению нас, его детей, его творения. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного. И это показывает глубину Божьей любви даже к нам, когда мы мертвы в наших взаимоотношениях с Богом. И мы знаем, что действительно, младший сын, он был блудным. Это очевидно. Так написано, он расточил всё своё имение. Он гулял, как по-нашему сегодня, в барах, в ночных клубах. Всё пропил, всё проел. Всё прогулял. Расточил. Писание говорит, расточил одним словом. И мы видим, что он был мёртвым духовно из-за греха. Потому что хотел жить красиво, но не получилось. Грех увёл его от отца, грех разделил его с отцом. Поэтому сын был мёртвым как духовно, так и в взаимоотношениях с своим отцом. Так же, можно ходить в церковь, можно даже просидеть на церковной скамье всю жизнь, считать себя верующим человеком, но быть мёртвым в своих взаимоотношениях с Богом. И вы подумаете, ну как это такое возможно? Очень легко мы сегодня это рассмотрим. Можно ходить в церковь и оказаться по ту сторону рая. Такое тоже можно. И давайте мы рассмотрим... Откройте Луки, 15 глава. Давайте мы будем читать. И посмотрим, что сделал сын. 12 стих. Что сделал сын? Первое. Он захотел получить свою часть имущества и уйти. 12 стих. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение между старшим и младшим. «По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошёл в дальнюю сторону и там расточил имение своё, живя распутно». Больно видеть, когда люди уходят из церкви. Больно видеть, когда человек уходит от Бога, отворачивается от Бога. И часто вот это желание уйти, оно кроется в желании жить по-своему. Очень часто, очень часто желание уйти, оно кроется в желании жить по-своему. И вот это по-своему, к сожалению, часто приводит к разрушению. Финансовому краху, к духовному омертвлению и разрыву взаимоотношений с Богом. Грех разделяет человека с Богом. Грех равно смерть. Мы должны жить по Божьему Слову, по Его воле, по Его заповедям. И это принесёт благословение в нашу жизнь. Аминь. Якова 4 глава 2 стих. Держите закладку на Луки 15 глава. Мы вернёмся ещё к этим стихам. Якова 4 глава 2 стих. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Перепираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Когда ты просишь только для этой жизни, как младший сын, только для этой жизни, чтобы жить красиво, то есть большая вероятность, большой шанс того, что ты не окажешься в доме отца. И как младший сын можешь оказаться где-то в другом месте. В доме развратителей и расточителей. И Писание говорит, что если мы только в этой жизни надеемся на Господа, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Так говорит апостол Павел, 1 Коринфянам, 15 глава, 19 стих. «Мы несчастны, мы несчастны, когда мы только надеемся на Господа, только вот для этой земной жизни, а мы не надеемся на Него, чтобы иметь жизнь вечную». Евреям, 4 глава, 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Да приступаем. То есть приходи к Господу, приходи к Нему, к Его престолу благодати и милости, чтобы получить все, что тебе нужно для благовременной, то есть для своевременной. В нужный момент, когда ты нуждаешься в Господе, Он даст тебе ответ, Он позаботится. Но желание Бога, чтобы мы уповали на Него, чтобы мы надеялись на Него, и мы смотрели на Него, потому что Он источник жизни. Аминь. Второе, что захотел сделать сын, что Он сделал. Второе, Он расточил все свое имущество. 14 стих. Луки 15, 14. «Когда же Он прожил все, все потратил, настал великий голод в той стране, и Он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, и тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Печалька. Мы еще вернемся к этому тексту. Якова 1 глава 13 стих. Якова 1, 13. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Истина в том, что грех уничтожает и приводит к духовной смерти. Можно верить сколько угодно, можно ходить в церковь сколько угодно, но Писание говорит, что грех равно смерть. Грех разделил человека с Богом. И благодаря жертве Иисуса Христа у нас сегодня есть воссоединение с Отцом Небесным. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их. И у нас есть вот это слово примирение от Господа посредством Его крови, Его жертвы Голгофской. Но мы должны понимать, что грех, он и сегодня грех. И как тогда он разделял человека с Богом, так и сегодня. Если человек грешит, грех разделяет человека с Богом. И похоть зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И грех приводит вот этой к духовной смерти, к разрушению. Я часто говорю, что отступник — это не грешник, который никогда не был в церкви. Отступник — это не грешник, который ни разу не был в церкви. Знаете, кто отступник? Верующие. Почему верующий может быть отступником, а грешник — не быть отступником? Потому что что значит отступить? Мы знаем, что такое отступить. То есть делать шаг назад. То есть уйти от чего-то. Если человек не в взаимоотношениях с Богом, если человек не рожден свыше, он не заключил завета с Богом, от чего ему отступать, если он не в завете с Богом? Если у него нет взаимоотношений с Богом? Он номинально верующий, как бы, ну все верят, это понятно, да? Ну все верят. Поэтому когда человек, который родился свыше, верующий человек, он отступает от Бога, он назван отступником. Почему? Он отступил от Бога, он отошел от этих взаимоотношений с Богом. И Писание называет такого человека мертвым духовно и заблудшим, потерянным. И мы видим, что это случилось с младшим сыном. Он отступил, он отошел. Матфея 12, 30, 12 глава, 30 стих. Кто не со мною, тот против меня, так говорит Иисус, и кто не собирает со мною, тот расточает. Грех — это расточительство. Писание говорит, что младший сын пошел и расточил все. Он все расточил. И грех — это расточительство. И сын расточил все, что отец дал ему. Я не могу позволить себе заниматься расточительством. И мы, как Церковь Божья, как дети Божьи, мы не можем позволить себе заниматься расточительством, участвовать в грехе. Мы не должны расточить свое благословение, свое спасение, праведность, которая от Бога есть для нас. Мы не должны это расточать. Мы должны быть благословением для других, чтобы другие также могли познать Господа, примириться с Господом, иметь вот это прекрасное взаимоотношение с Богом, иметь прощение, иметь жизнь вечную. Аминь. Третье, что сделал сын, захотел обратно вернуться. 17 стих, Луки 15, 17. Сын захотел вернуться. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достойен называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Часто все остается мечтой. Я покаюсь, я приду, я буду служить, я сделаю, я третье, десятое, а возыны не там. Да? Ну, так часто бывает. Ничего с мертвой точки не сдвигается. Все остается, как прежде. И есть очень интересный стих, который говорит о вере. Мы его знаем наизусть, Якова 2 глава, 19 стих. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. Это правильно верить. Это правильно верить. Это нужно верить. Но дальше апостол Иаков говорит, что и бесы веруют и трепещут». 20 стих. «Но хочешь ли знать, неостановательный человек, что вера без дел мертва?» Вера без дел мертва. Без реальных действий ничего не получится. Без радикальных изменений в жизни ничего не получится. Поэтому следующий шаг очень важен. Следующий шаг очень важен. Сын восстановил свои взаимоотношения с отцом. Он восстановил свои взаимоотношения с отцом. Это называется покаяние. «Он встал». 20 стих. «Встал и пошел к отцу своему». Это покаяние. «И когда он был еще далеко, увидел его, отец его изжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Это покаяние. Мы часто думаем, что для отношений достаточно прочитать молитву и прочитать стихи из Библии. И необходимо молиться. Необходимо молиться. Необходимо читать Слово Божие. Но для восстановления, для восстановления взаимоотношений с отцом сыну понадобилось встать и что сделать? Прийти к отцу. Понадобилось встать и прийти к отцу. И это самое сложное. Потому что легко сказать, «Господи, прости, Боже, ты видишь, что я был неправ, я больше так делать не буду». Это легко сказать. Легко. Сложнее, когда ты меняешь что-то в своей жизни. Изменение. Вот это сложно. Когда ты принимаешь решение изменить свою ситуацию. Аминь. И мы видим, что для того, чтобы восстановились эти отношения, потребовался что? Мужской разговор, да? Или разговор с отцом, неважно, сын или дочь. Нужен разговор. Надо поговорить. И сын встает и идет, чтобы поговорить. И покаяться, и сказать, «Я был неправ». Кто-то скажет, «Ну я молюсь, я читаю Библию, я в церковь хожу». Прекрасно. Сын тоже молился. Там, в свинарнике. Но он должен был прийти к отцу. Твой тет-а-тет с Богом это твоя молитвенная комната. Это твое реально раскаянное сердце. Отношение сердца. Когда ты действительно каешься. Твое место покаяния. Вот это твой сегодня, да? Реальный тет-а-тет. Понятно, что мы не идем в какую-то локацию. Там нас кто-то ждет, и мы будем ему что-то говорить. Мы понимаем, что мы общаемся с Небесным Отцом через молитву. Но Господь смотрит на наше сердце. И для Бога важно не локация, где ты сейчас находишься, а твое раскаянное сердце, твое отношение к Нему. И ты говоришь, «Отец, я согрешил. Я иду к тебе, я возвращаюсь. Прости меня». Вот это вот разговор с Богом. И это сложнее иногда, когда ты действительно принимаешь сложное решение порвать с грехом, порвать с прошлым и прийти к Богу. Вот это покаяние, это изменить себя, уйти от греха и прийти к Богу. И Сын это сделал, Он встал и пошел к Отцу. Читаем дальше с 22 стиха. Что сделал Отец? Луки 15, 22. «А Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его. Дайте перстень на руку его и обувь на ноги и приведите откормленного теленка и заколите. Станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв, и я жил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Слава Господу! Писание говорит, что на небесах больше радости об одном кающемся грешнике. Писание говорит, что ангелы радуются об одном кающемся грешнике. Иисус выше в этой главе в притче о потерянной овце, Он говорит, что хозяин радуется одной потерянной больше, чем 99 праведников, которые не нуждаются в спасении. Он радуется вот этой одной, которая нуждается в спасении. И мы видим, что сделал Отец. Он покрыл его позор. Отец покрыл его позор. Когда мы приходим к Господу, Он покрывает нас своей праведностью. Он покрывает наш позор, наши грехи, наше прошлое. И Он не вспоминает более. Он не говорит, ай-яй-яй, какой ты плохой был. Я тебе все тут записал, я все помню. Нет. Он покрыл позор. Он сказал, принесите лучшую одежду. Второе, Он восстановил его в отношениях с собой. Написано, Он его обнял, Он его целовал. И Он дал ему перстень на руку. Он его восстановил в статусе сына. Он восстановил его в этих отношениях. И дал обувь. Ну, боссам же не ходить. Да? И исцелил его. Исцелил его. 27-й стих. Там написано, что Отец принял его здоровым. Конец 27-го стиха. Потому что принял его здоровым. Он восстановил его. Он исцелил его. И он принял его здоровым. Аминь. Аминь. Это правда. Это нужно. У нас должно быть сердце слуги. Писание об этом говорит. У нас должно быть сердце слуги. Когда Господь мы говорим, Господь обращается к нам, мы говорим, да, Господь, вот я. Мы исполняем его волю. Почему? Потому что Иисус, кто Он? Прежде всего Он наш Спаситель, да? Он спас нас. Прежде всего Иисус говорит, Я пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. Он наш Спаситель. Он наш Господин. Он наш Господь. Он наш Царь. Он наш Бог. Он все. И даже больше. Он наш Небесный Отец. И мы Его дети. Мы Его сыновья и дочери. Поэтому, да, как слуги мы служим Господу. Как рабы Его, как слуги Его, мы исполняем Его волю. Безоговорочно мы служим Господу. Но как дети мы приходим к нашему Отцу Небесному. Мы приходим в Его присутствие. И мы наслаждаемся общением с Ним через молитву, через Его Слово. И это прекрасно. Поэтому служи как слуга. Будь слугой. Имей сердце слуги. Угождай Господу. Но пользуйся привилегиями, которые у тебя есть как сын, как дочь Отца Небесного. Пользуйся этими привилегиями. И мы посмотрим, что сделал старший сын. И мы увидим, что он не пользовался привилегиями как сын. 25 стих. Продолжаем читать. Старший же сын его был на поле. И возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не захотел войти. Отец же его выйдя звал его. Но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Смотрите, старший сын тоже был сыном. Он тоже был в статусе сына, как и младший. Оба сыновья. И из уст самого сына, 29 стих, нам становится ясно, что он много лет служил своему отцу, как мы скажем, служил Богу, служил Господу. Я много лет уже в церкви, я с детства в церкви, кто-то скажет, я 10 лет, я 20, 50 лет, неважно. Много лет служим Господу. И сын говорит, я много лет служил тебе и никогда не приступал повеления твоего. Никогда не приступал. Всегда был послушным. И я скажу, что это хорошо, как я чуть ранее сказал, что у нас должно быть сердце слуги, мы должны служить Господу. Это правильно служить Господу, но мы видим, что он не пользовался привилегиями, которые были у него как сын. И поэтому он предъявляет претензии своему отцу, что отец, я столько лет служу тебе и не благословение, что вообще и не козленка. И мы видим обиду, это обида, он написан, он обиделся, скажите, вам приятно, вы служите столько лет Господу, и вы думаете, что Бог вас не благословляет, а у вас благословение вот перед носом, оно перед носом у вас, у нас, у меня. И мы говорим, Боже, ты мне не дал. Сын обвиняет отца, он говорит, ты мне не дал. Что говорит отец? 30 стих. Отец говорит, сын мой, ты всегда со мной, ты всегда со мной, и все мое твое. Но о чем нужно было радоваться? Не о имуществе, не о том, что он был богат, не о том, что эти благословения у него были, неограниченные. Отец говорит, не об этом надо радоваться. Но о чем? О том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. слава Господу. Об этом нужно радоваться, когда кто-то кается, когда кто-то приходит к Господу, когда новый человек приходит в церковь, мы должны радоваться. Не говорить, что он пришел конкуренция, понимаете, конкуренция за благословение. Я вам скажу честно, если мы не пользуемся привилегиями как сыновья и как дочери, если мы не радуемся Божьему присутствию, если мы не радуемся братьям и сестрам, то когда кто-то придет, будет каяться, мы будем завидовать, мы будем обижаться и мы будем думать, что о, это любимчик Божий, о, ему больше благословения, ему больше внимания. Это неправда. Разница в том, что одни служат из любви и благодарности, а другие из чувства долга и обязательств. Один приходит и благодарен, он говорит, Господь, я хоть половой тряпкой буду, пусть об меня ноги вытирают, да, я готов быть, хоть туалеты мыть, я хочу быть в доме твоем, я хочу быть в твоем присутствии, я готов служить, Господь. А другой тоже служит, но он с чувства долга, обязательства, я же служу тебе, я... Апостол Павел говорит, сколько бы мы не служили, сколько бы мы не работали, сколько бы мы не старались, мы никогда не заработаем наше спасение, мы никогда не окупим это спасение, потому что была заплачена наивысшая цена. Иисус Христос своей жизнью заплатил за нас. Поэтому, что бы мы ни делали, как бы мы ни старались, мы не сможем заслужить Его любовь и это спасение, оно дается даром, по вере, оно дается даром, дабы всякие верующие в Него в Иисуса Христа не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Поэтому, перестань чувствовать себя обязанным, вот я обязан Господу, я понимаю, мы обязаны, это правда, мы обязаны Господу, но принимай благословение Божие, это спасение, это прощение, принимай любовь Отца верою, верою, даром, Аминь. Поэтому, не служи из чувства долга и обязательства, а служи из чувства любви и благодарности. Это две огромные разницы. старший сын а был обижен. И часто люди в церкви обижаются, что когда новый человек приходит, он кается и такие благословения, изменения происходят и кто-то завидует. но Господь говорит, отец говорит, сын, я всегда с тобой, все мое твое, вот оно. Пожалуйста, кто тебе запрещает? Оно все твое. Но мы видим, что старший сын, он не пользовался вот этими привилегиями, которые у него были как отец, как сын, простите. Он не пользовался привилегиями как сын. наше приоритетное служение, потому что сын говорил, отец, я служу тебе. Я понимаю, мы тоже служим Господу, но наше приоритетное служение, наше служение номер один, это служение Господу. То есть, что это такое? Познавать Христа, познавать Его, как апостол Павел говорит, что все в этой жизни я стремлюсь только к одному. Мое стремление номер один, мое служение номер один, это познать Христа, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его. Вот это наше служение номер один, познать Господа, познать Иисуса Христа. Кто Он? Познать Его любовь, Его прощение познать. Аминь. Поэтому взаимоотношения с Господом, они должны развиваться не благодаря плотному графику церковных мероприятий. Мы часто думаем, но я же служу Господу, но я же хожу в церковь. График это не взаимоотношение, мероприятие это не взаимоотношение. Это то, что мы делаем для Господа, а взаимоотношение когда? То, что я пропылесосил, помыл посуду, помог жене, это еще ничего не говорит. Но время, которое я уделяю помимо всех должностей и занятостей, вот это уже говорит о моих взаимоотношениях с женой. Да? Понятно, мы не можем сравнивать земные отношения с отношением с нашим небесным отцом, но примерно так, чтобы нам было понятно, если мы говорим какими-то земными терминами. Поэтому уделяй время, чтобы побыть с Богом в молитве. Не та молитва, когда мы пришли к Господу с таким списком, с тетей Клавой с третьего подъезда, с дядей Жорой с соседнего двора и со всей остальной свитой мы приходим к Господу в молитве. Не надо. Я уже как-то говорил, приводил пример, если мы идем на свидание, мы же не приводим всех с собой, правильно? Мы наоборот пытаемся от всех избавиться, чтобы побыть с любимой или с любимым наедине. Ну, правда ведь? Я как-то делился, это не то, что свидетельство, это такое было публичное раскаяние мое, наверное, когда мы пришли один раз на суши с Яной на свидание и мы решили без телефонов. И я понял, что через пять минут и мне больше нечего говорить, я уже все, мой разговор исчерпался, я больше не знаю, с чем с ней разговаривать. Ну, понятно, я могу про, мы можем про церковь поговорить, про вас поговорить, про детей поговорить, про там еще что-то поговорить, темы найдутся, но вот, а вот что меня связывает с ней, вот, о ней поговорить, да, и ты такой ступор, о чем говорить. Часто то же самое в наших взаимоотношениях с Богом. Мы думаем, что наш график служения, наше мероприятие, вот это взаимоотношение с Богом, это не взаимоотношение с Богом, это наше служение Господу, а взаимоотношение, когда мы в молитве, мы общаемся с Богом без вот всех, да, понимаете, да? Я уже заканчиваю. Давайте мы встанем. Возможно, сегодня кто-то, как младший сын, ты отошел от Господа, Иисус ждет тебя, и Он прощает твои грехи. Он ждет тебя, и Он прощает твои грехи. Он хочет наполнить тебя своей любовью, покрыть твой позор, восстановить тебя в статусе сына, в статусе дочери, наполнить тебя своей любовью, своим исцелением, покрыть тебя, исцелить тебя, и наполнить своей любовью. Иисус говорит, прийди, Иисус ждет. Возможно, ты был мертвым в взаимоотношениях с Господом, ты отступил от Господа, Господь говорит, вернись, прийди. Возможно, ты много лет в церкви, ты очень много лет в церкви, ты верный прихожанин, ты приходишь, ты что-то делаешь, сидишь, молитву произносишь, Библию читаешь, но твои взаимоотношения с Господом, они такие вот, ну, деловые. Да? Господь, я столько лет служу тебе, а отец говорит, сын, я всегда рядом, что препятствует тебе приходить ко мне? И все, что у меня есть, оно для тебя. Поэтому, даже если ты верующий, да, это сегодня слово не для тех, которые где-то там на заброшке, да, неверующие, грешники, для каждого из нас, каждый нуждается в Господе, каждый нуждается в Господе, неважно, ты верующий или ты неверующий, мы одинаково нуждаемся в Боге, одинаково, и одинаково как верующего, так и неверующего Господь ждет, чтобы у нас были эти взаимоотношения. Поэтому, если ты в церкви много лет, возможно, твои взаимоотношения с Богом, они мертвые, сегодня открой свое сердце для Господа, убери списки, убери все в суету всякую, скажи, Господь, я нуждаюсь в Тебе, скажи, Господь, я нуждаюсь в Тебе. Субтитры создавал DimaTorzok